Привет, друзья! Меня зовут Тутта Ларс. Мы начинаем новую серию программ совместно с клиническим госпиталем Лапина. У будущей мамы масса вопросов, а у молодой будущей мамы их еще больше. Почему малыш кричит? Почему надо делать прививки? Почему токсикоз? На эти и многие другие вопросы мы будем отвечать в нашей программе. Вопросы задаете вы, наши подписчики, а ответы нам дают специалисты клинического госпиталя Лапина. Это программа «Почему?». Сегодня с нами на связи врач-акушев-гинеколог, заведующая приемным отделением клинического госпиталя Лапина Наталья Цалком. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Тутта! Итак, вопрос недели. Почему рожать лучше с врачом, а не с долой? Если вы ставите вопрос так категорично, то, конечно же, лучше рожать с врачом, а не с долой по той простой причине, что врач имеет медицинское образование и опыт устранения всякого рода осложнений в родах. Если же прямо так вопрос не стоит, то доола, духовная акушерка или индивидуальная акушерка, они являются большими помощниками и приспешниками в родах. Это звенья одной цепи. Доола не всегда может иметь медицинское образование, но она имеет образование в области гипноза, в области сопровождения в родах, поэтому она большой помощник для любого доктора. Почему женщине нужно присутствие кого-то еще, кроме врача? Помимо врача, роженице нужно присутствие еще кого-то, потому что ей так психологически комфортнее. Если ей комфортнее, с ней рядом будет муж. Если ей комфортнее, с ним рядом будет подруга, мама, кто угодно. Ей нужен человек, который будет рядом с ней держать ее за руку, рассказывать, что будет происходить дальше, доступно для нее языком. И еще есть такой момент. Очень часто роженицы ходят на курсы подготовки к беременности, там они знакомятся с долами, с индивидуальными акушерками. Им очень легко и комфортно вместе, потому что в тяжелые условия, которые предполагаются в родах, и которые немножко страх перед родами возникает, и девочки как-то больше волнуются. Вот кого вы хотите видеть в родах, того вы берете. Если вам проще, чтобы любимый человек был рядом, держал вас за руку, вы берете мужа. Если вы хотите некое сохранение тайны, то вы берете с собой долу или акушерку. Почему посторонние люди могут помешать врачу? Врачу мешать не может никто, потому что волевое решение все равно принимает врач. Если мы на одной волне, как правило, мы все бываем на одной волне, потому что цель у нас одна, хорошие роды, счастливое рождение малыша, поэтому помех, как правило, не бывает. Только если как-то очень категорично настроены доллы, и они идут в разрез с медициной априори, то, допустим, вы собрались рожать дома, и долла вас настраивают на то, чтобы вы рожали дома, но что бывает крайне редко, на самом деле, на практике, практически не бывает никогда, тогда, конечно же, это будет помеха для врачу. Но, как правило, допустим, у нас в родах всегда происходит диалог. Если мне нужно что-то сделать, сказать, то я обязательно расскажу, что я делаю. Всегда есть выбор в любой ситуации. Я могу сделать ту или иную манипуляцию, могу немножечко подождать. Вот только в этом коем-нибудь преткновение. Поэтому у долла может быть немножко свое зрение, но, как правило, мы работаем с одними и теми же акушерками, с одними и теми же доллами, и мы очень удобно дополняем друг друга. Спасибо, Наталья. Лично я рожала со своей акушеркой, а не с доллой, ну и, конечно же, с врачом. И, честно говоря, не вижу никакого противоречия. Рожать можно и с врачом, и с доллой, а вот без врача рожать гораздо сложнее. Выбирайте удобный для вас вариант. Меня зовут Тутта Ларсен. Почаще обнимайте своих детей. Редактор субтитров А.Семкин